Привет, дорогие мои видеозрители! С вами Ненел. Сегодня я продолжаю свою рубрику с Лизала. И хочу вас познакомить с очень интересной девочкой. А что-то у меня тут паутина, блин. Они засранка твоим мать. Они что-то тронут. Привет, мои дорогие телезрители! С вами Ненел. Спасибо, что заглянули. Сегодня я продолжаю свою рубрику с Лизала. И хочу вас познакомить с замечательным блогером Еленочкой. В свое время меня с этим блогером, с этой замечательной девчушкой-веселушкой, познакомила Тэфи Германия. Танюшка, привет тебе! Я помню, она мне дала ссылку и сказала, зайди, не пожалеешь. Супер блогер всех времен и народов. И Танюшка тоже супер блогер всех времен и народов. И я зашла. Это была Леночка из Москвы. Канал 43+. Многие девчонки ее уже знают. И мальчишки я ознакомила вас с ней. Как-то показывала маленькое видео. Ее у нее триорка. Ой, это вообще кино. Вот жалко, что она мало их снимает. Это кино бесплатное. Значит, и часто упоминала ее в своих видео, когда мы делали совместные проекты. В смысле, я участвовала у Леночки в проектах. И также, когда я снимала видео по вот этой теме, слезала, я тоже упоминала всегда ее канал. Так что, немного о Лене. Лауреат премии Ленинского комсомола. Ударник коммунистического труда. Герой социалистического труда. Почетный гражданин города Москвы. Это все не Лена. А умная, красивая, позитивная, веселая. Даже не умная, а остро умная. Хохотушка, веселушка. С такими замечательными видосами. Девчонки, вот кому 43+, не пожалеете. Пройдите по ссылочке, которую я оставлю. Слушайте, это вообще. Вот приходишь на канал, отдыхаешь, наслаждаешься, наржешься. Они собираются с Галины Орловой. Галочку тоже оставлю на ее канал. Ссылочку тоже блогер-москвичка. Они дружат. Это вообще, ну, наржака неописуемая. Слушайте, море позитива. Я еще не знаю, что слезать у Галочки, чтобы тоже ее с вами познакомить. Но оставлю ссылочку, пройдитесь. Значит, Леночка снимает... Два международных проекта у нее было. Это «Танцы по понедельникам», где я и многие блогеры принимали участие. И «Рандеву холодильника». Может быть, вы помните «Ночной рандеву холодильника». В общем, тоже много блогеров принимало участие. Когда пройдете на Леночкин канал, если кого-то интересует, найдите эти видосы. Посмотрите других блогеров. В общем, море кайфа и позитива. Леночка, значит, очень интересные видосы снимает. И про своих йорков, и про свою дачу, и о своей жизни. У нее очень такие изысканные оригинальные рецептики. Но я выбрала у нее самый простой рецепт. Ну, потому что я говорю, что мне лень вот это заморачиваться особенно. Но могу иногда настроение. Я выбрала, короче, у Лены самый легкий рецепт. Надеюсь, что он вам тоже понравится. И хочу его слезать. А видосы про йорков – это «Пафик», «Семен» и «Изя». Три йорка. Ну, такие бусяки. Ну, это вообще что-то. Вы артисты. Настоящий артист. Рецепт салата, который называется «Салат для бедных». Он очень простой. И надеюсь, что вам понравится. Но кто сидит на диете, девчонки, это не для вас салат, потому что он с майонезом. Но если вы делаете домашний майонез, он же как же считается полезным. То, может быть, попробуйте. Я хоть говорила, что я очень редко сейчас ем майонез, салаты с майонезом. Но я вот недавно не удержалась, сделала с майонезом. И сейчас, потому что я очень хочу попробовать этот салат. Я люблю такое все простое. Это под водочку. В общем, салат состоит из таких ингредиентов. Значит, картофель в мундирах. Наверное, я возьму две картофелины, потому что в состав салата входит репчатый лук. А Джи его не ест. И, наверное, мне этот салат придется самой съесть. Сок лимона. Петрушка. Лучок. Вот у меня оставшийся чесночина такая, как лучина. Соленые огурцы. Кошерные. Я знаю, что одна дамочка это слово убивает просто. Я как-то показывала кошерную соль. И она, значит, тут это же думает, что я хвасталась кошерной солью даже. Вот я хвастаюсь кошерными огурцами. Значит, искала соленые. Были в пластиковых банках, но тоже все с уксусом. Ну, эти вроде с уксусом. Не знаю, как они по вкусу. А малосольные я только сегодня сделала. Еще не готовы. Вот легкий какой-то майонез, не знаю, купили. Специально для этого салата. Ну, Джи иногда вот себе намазывает. Бэглс. Майонезом намазывает. Ему нравится. Соль. Еще пудра. Молотый чеснок. И сельдерей. Молотый. Но у Лены, но у меня зерна. Семечки сельдерей будут. И что? Все? А, ну все. Проступим. Значит, Лина салат готовилась в перчатках. У меня осталась в коробке одна перчатка. Я надеваю одну перчатку. Вот. И немножко внесу свое. В каком смысле? Я вам уже, наверное, не раз говорила и показывала, что американцы не очищают картофель в мундирах. Поэтому я буду салат делать прямо с кожурой. С чешуей. Лена говорит, что крупно нужно нарезать. Режем крупно. Лена его готовила на даче. Я думаю, для дачи мировой закусон. Ну, у нас в дом как дача. Поэтому я решила тоже приготовить этот салатик. А заодно познакомить вас с еночкой. Крупно режем. У меня там хоть видно? В смысле? Видно, что я делаю? Лучок нарежаем в произвольной форме. Кыла пришла, а тут стоит. Кыла. Вот ты всеядная. Ты бы уже и лук, наверное, поела. Да, Кылочка? Вот такой у меня еще и голубенький. Ой, как он называется? Не голубенький, а какой он? Синий лук. В Украине так его синим называют. Так он фиолетовый. Так. Вот нарезали лучок. И сбрызгиваем его обильно. Лимонным соком. И вот так вот хорошо его жмякаем. Обильно посолим. То есть вот такая выгодная соль вот эта, гималайская, розовая. Животная, наверное, пользуется. Не вылеем соль. Тем более она пока не соленая. Так. В блендере я измельчила петрушку и пол чесночины. Потому что, слушайте, чесночина вообще. Это ж общий атащ. Добавляю это в салатик. Лучок добавляем в салатик. И огурчик пробуем. Ну, мне кажется, он больше будет такой маринованный. Ой! Остренький. Вот, три огурчика порежу. Добавляю чесночку. Молотый чеснок, семя, семя, семя сельдерея, сейчас покажу вам, как выглядит, вот так, ой, ароматное семя. И майонезик, гляньте, запечатано, нарушим целкость, перемешиваю. Вот приготовленный салат, у меня, к сожалению, нет керамической посуды, нет керамического салатника, как у Лены, как у бедных людей. У меня вот такая салатница, алюминиевая или какая-нибудь металлическая, мы уж совсем бедные. Приборы у нас тоже не мальхиор, не злата, не селебра. Не знаю, из чего, я нашла тут же эти парочку. Значит, а зачем я ложку взяла? Непонятно, у меня достаточно вилки. Вот видите, я из двух картошин сделала. Одна картошинка целенькая осталась. Ну, а теперь по водочке. Кусик просит водочки. Гляньте, положила прямо в лед. Если я не отравлюсь, не знаю, какого года выпускает водка. Медовая какая-то. Люкс. А, может, это я привозила, я уже не помню. Пять медалев. Это клянушка. Края вижу еще, видите. Еще нормуль. Хлебушек забыла. Рекламная пауза. А посмотрите, какой у меня хлеб. Аня из Вильнюса. Анечка, привет тебе. Посмотри. Я ем литовский хлеб. Джей сказал, что это лучший хлеб, какой он пробовал когда-либо из русского магазина. И мне очень понравился. Я первый раз его беру. До этого другие брала. Органик тоже написано. Наверное, пекут его в Нью-Йорке. В Бруклине. Вот я правда говорю, наверное, вот эти вот все эмигранты самые лучшие рецепты вывезли. И хлеба, и колбас. Потому что сколько я пробовала колбас. Я сначала так предвзято относилась, когда Джей покупал колбасу в русском магазине. Но когда я ее пробовала, это что-то. Я такой колбасы даже в лучшие советские времена не едала. Видно, еще при царской вот этой России вывезли рецепты. Так что сейчас я этот хлебушек в тостере сделаю. Подогрею, поджарю. Вот, девчонки, мальчишки, обязательно пройдитесь на Леночке и Калина Орловый канал. Получите море удовольствия и положительных эмоций. Помните, что смех продлевает жизнь. Не будьте злюками. Живите на позитиве. Как это делаем мы, блогеры, которые говорят, что мы и ку-ку. А может, те, кто говорят ку-ку. Просто мы не на одной волне. Так, сейчас хлебушек. Итак. Ваше здоровье. Леночка, пробую твой шедевральный салат для бедных. Вот кошек, я не пила сто лет. Надо сахнуть хлебом. Или рукавом. Я первый раз ену вот так на камеру, да? Обычно я там жую за камерой. Или что? Забыла уже. Или жвала вот так когда-нибудь. Почему бы нет? Что стесняюсь-то? То вгоняют меня вечно в рамки какие-то. И хотят понизить самооценку. Заро стараетесь. Слушайте, салат стоит того. Лен говорит, шедевр. На самом деле шедевр. Лук не чувствуется. В смысле, это горечь лука. Потому что убита лимонным соком. Это такой даже какой-то, знаете, крестьянский салат, я бы сказала. Это почти салат моих предков. И у меня, правда, крестьяне были. Они были с сельской интеллигенцией. Ой, а с черным литовским хлебушком А если еще салатик этот поставить в холодильник, наверное, он еще вкуснее будет после холодильника. Все. Поканчиваю жевать на камеру. Не валяй, дурака, Америка, А вот те воинки мерзнешь, небось. Что Сибирь, что Аляска, два берега. Баня, водка, гармонь и лосось. Баня, водка, гармонь и лосось. Мир, дружба, жвачка. Слава КПСС. С вами была ННЛ. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok